youtube канал полезные советы и людмила некрасовская предлагают вашему вниманию притчи из книги красота нехоженных дорог друзья сегодня я хочу почитать вам притчи из книги красота нехоженных дорог в купе сидели четверо отец и сын лет двадцати на вид а рядом супружеская пара чьи глаза на юношу смотрели непрерывно со страхом и сочувствием ведь он рассказывал восторженно и громко про все что видел будто сам он был не взрослым человеком а ребенком отец взгляни вдали блестит река деревья выбегают нам навстречу за поездом несутся облака дождем сегодня светлый день отмечен отец вдыхал следы дожья со щек с улыбкой вытирал все так сынок а женщина отцу сказала тихо похоже сын ваш не совсем здоров его бы показать специалистом а мы как раз из клиники врачи ему помочь сумели и впервые есть сегодня сын мой смог увидеть мир простим же парню свежесть восприятия жаль мы ее утратили давно мне так хотелось в молодые годы мир изменить но не хватало сил хоть не боялся никакой работы и небеса о помощи просил не потому ли поражая мощью твое веленье сотрясло эфир юнец займись-ка чем-нибудь попроще оставь в покое этот бренный мир я старше стал в моей душе горела желание изменить свой ближний круг но ты велел найди другое дело их изменить тебе не хватит рук теперь я стар прошу тебя устало дай изменить себя поставь печать ты не успеешь дней осталось мало а следовало с этого начать рассказывали мне что как-то раз один еврей нашел большой алмаз и прежде чем продать его решил чтобы ювелир тут камень огранил носился он с алмазом по дворам надеясь дать работу мастерам смотрели ювелира на алмаз и за отказом следовал отказ вдруг при огранке задрожит рука боязнь испортить камень велика устал еврей в походе ноги стер один остался ювелирный двор где не был он пошел туда и сник работы выполняет ученик а мастер оглядел и камень тот небрежно бросил в ящик для работ сказав ученику ты не тяни а сразу этот камень ограни еврей опишал вы же знать должны что этому алмазу нет цены но мастер улыбнуться ученик пока что ценность камня не постиг волнение не испытывает он алмаз ваш будет славно огранен поэзия возьми в ученики чтобы не боясь надломленной строки ты подарила шанс хотя бы раз мне огранить сверкающий алмаз один монарх советника искал а клад приличной должность обещал и к трону как зверье на водопой все претенденты ринулись толпой монарх вопросы подготовил им чтобы люди красноречием своим и разумом смогли сразить его при мудрости являя торжество царь дух соревнования пробудил в толпу немой случайно угодил хотел царю подать прошение он и был толпою к трону оттеснен беззвучно наблюдая как народ за лакомый кусок борьбу ведет но вот монарх решил быть посему немого я в советники возьму запомните до окончания дней что выглядят молчащие умней поскольку говорить он не гораст советов неразумных мне не даст и глупость совершить не подтолкнет с ним и мне безопаснее народ а коль придется в случае чего свои грехи повесить на него он защищаясь не начнет орать я смогу немого покарать так знаете же решившие молчать вам за грехи чужие отвечать все проходит однажды в дальние края меня забросила судьба и там нежданно встретил я неординарного раба все что проходит что все проходит он твердил что будут лучшие года он не похож на прочих был и тем запомнился тогда меня повторно в те края привел торговых дел этап визирь встречал да только я глазам не верил бывший раб знать он судьбу укоротил видать сильна его звезда что все проходит он твердил что будут лучшие года потом я снова торговал возил с товаром к раба и в падишах я узнавал о дива бывшего раба меня он щедро одарил ему прижимистый чужда что все проходит говорил что будут лучшие года и вот я снова посетил его страну в тяжелый год и на его могиле был и думал это не пройдет а через время я туда опять пришел издалека но нет от кладбища следа разлившись все снесла река и мне подумалось ты прав проходит все как суета лишь времена переиграв твоя осталась правота в одном селе красавица жила веселая и юноши села в нее влюбившись жаждали жениться но местный маг сказал смотря вперед кто деву поцелует тот умрет кто хочет в предсказание убедиться и с этих пор красавица была всегда одна всегда не весела не пела хороводов не водила всех жеников предвестие унесло но как-то удалец пришел в село увидел деву сердце защемило он дожидаться случая не стал красавицу в уста поцеловал и предложил ей стать его женою она так долго радости ждала что в тот же миг согласие дала и полюбила парня всей душою и тотчас был назначен свадьбы срок а юноша со всех бежали ног чтоб маг им пояснил как получилось что поцелуй юнца не погубил что в предсказании маг не точен был но даже солнце в небе не смутилось маг рассмеялся и сказал глупцы на счастье претендуют храбрецы которых напугать нельзя ценою я все что будет знаю наперед а удалец конечно же умрет но не сейчас а жизнь прожив с женою в одной семье отец имел трех дочерей на старших посмотри и сердце затрепещет а младшая проста и внешностью своей не привлекает взгляд и разумом не блещет но вот пришел жених и оглядел невест и указал отцу на младшую вот это я лучше не встречал средь девушек а крест я сто баранов дам и заплачу монетой когда позволишь ты ей стать моей женой но возразил отец цена несправедлива за старших в самый раз за младшую одной достаточно овцы коль дева некрасива но настоял жених и сто баранов дал а через год отец и старших смог устроить с тех пор он жил один и очень тосковал и наконец решил чтоб душу успокоить проведать дочерей две старших хороши на младшую глядит и сердце замирает она красива так что хоть портрет пиши и полной чашей дом и внуки в нем играют о дочка от тебя и глаз не оторвать как изменилась ты поведай без обмана я расцвела отец когда смогла понять что я прекрасней всех и стоил ста баранов у мужа было сразу две жены но обе ревностью заражены свидетелем не раз была округа как приставали женщины к супругу которая из нас тебе милей чтоб не дрались мы дай ответ скорей и муж решил с враждой покончить сразу два жерелья что приятны глазу купил и женам тайно подарил и женщин он легко уговорил свои дары хранить секретно чтобы не вызвать у другой супруги злобы и каждая уверена была что в муже чувство нежное зажгла и этот огонек довольно ярок раз муж секретный делает подарок когда заплыхали споры вновь о том кто из двоих его любовь муж проронил с усмешкой незримой что жерелья подарил любимой любви примета тайная сладка и жены друг на дружку свысока взглянув подарки тщательно скрывали а мужа с той поры не ревновали я явился там масло капелька внутри ходи прекрасное ищи пусть глаз красою насладиться но масло ты не расплещи оно нам может пригодиться явился человек опять рассказ его звучал тревожно держал я ложку осторожно чтоб масло в ней не расплескать а что ты видел ничего внимание масло приковала придется все начать сначала взгляни на мир пойми его и человек на мир взирал в глазах восторженность не гасла но в этот раз забыв про масло он даже ложку потерял я видел многое мудрец во многом принимал участие но может что такое счастье ты мне расскажешь наконец ну что сказать тебе мой друг каким помочь тебе советом без счастья видеть все вокруг но масло не пролить при этом однажды человек явился к мудрецу хотел узнать тропу вздымающую к богу задумался мудрец к небесному отцу довольно труден путь осилишь ли дорогу ответь-ка человек как ты на свете жил какое ремесло тебе из всех знакомо а главное кого ты всей душой любил скучаешь ли по тем кого оставил дома но человек вскричал мирская суета никчемная любовь царящая повсюду она мне не нужна мне ближе высота а на земле любить я никого не буду расстроился мудрец любовь лишь суета но что тебе сказать что сразу ясно было к творцу ведет подъем и лестница крута а ты одну ступень преодолеть не в силах однажды встретил старый пёс щенка ловившего свой хвост поймал ли хвост спросил щенка не получается пока а для чего позволю знать ты хвост стараешься поймать его ловлю я неспроста живет на кончике хвоста собачье счастье мчусь за ним поймаю сделаю своим выходит тратишь силы зря ведь откровенно говоря куда бы ты ни шел друг мой плетется счастье за тобой у одного царя слуга хороший был что в жизни к счастью все частенько говорил охотничий азарт в душе царя играл помощника слугу он на охоту брал но видимо в тот день царь небо прогневил в оленя не попал и палец отстрелил слуга был тут как тут царя перевязал что в жизни к счастью все правителю сказал но царь скричал что боль не нравится ему и своего слугу отправил он в тюрьму отец ходил и к людоедам он однажды угодил когда в густом лесу дорогу потерял там каннибал его сожрать пообещал простил со жизнью царь придется умереть но людоед решил монарха осмотреть взглянул и закричал что плох его обед на царственной руке большого пальца нет ущебного нельзя ни жарить ни варить и потому царя придется отпустить вернулся царь домой не в силах счастья скрыть и приказал слугу на волю отпустить сказав ему прости за то что был неправ я жизнь сумел спасти лишь палец потеряв ты направлял меня а я бродил во тьме но разве к счастью то что ты сидел в тюрьме и отвечал слуга я царь счастливым стал когда бы не тюрьма с тобой бы в плен попал а там бы довелось сполна изведать страх поскольку у меня все пальцы на руках вот такие притчи и в заключение ученики учителя спросили скажите почему вы не женаты признайтесь вы кого-нибудь любили или женщин рядом было маловато друзья моя история печально такой невесты сердце захотела чтобы в ней соединились идеально души богатства с красотой тела достойных нет и в этом вся причина того что вы до ныне не женаты нашел влюбился но она ребята искала идеального мужчину спасибо 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 за субтитры за субтитры за субтитры